Осенью 2022 года компания Арселор Метал Тимиртау продолжила масштабную акцию по озеленению города Металургов. 100 тысяч саженцев посадили в черте города и раздали тимиртаусцам. А сеянцы высадили на 102 гектарах территории вокруг города Тимиртау. О том, как проходила осенняя посадка, смотрите в нашей программе. На территории за стадионом Металург 6 октября было необычайно людно, а все потому, что именно здесь раскинется будущий сквер украшения города. В теплый и солнечный день вместе с руководством и работниками компании Арселор Метал Тимиртау зеленую акцию поддержали администрация города, общественники, представители СМИ и даже дети будущего города и страны. Аким города Ураста Урбеков вместе с генеральным директором АО Арселор Метал Тимиртау Беджунаиром успешно посадили несколько саженцев, положив начало будущего сквера. Помощь и подспорье оказывает, конечно, наше градообразующее предприятие. Вы знаете из источников и средств массовой информации, что в текущем году 100 тысяч древев они обязались посадить. Программа из 30, по их информации, тысяч уже выполнена, 70 тысяч должны вот в этот отчетный период они высадить. Места, в принципе, определены, поэтому сегодня я вместе с компанией Арселор Метал считаю своим долгом здесь быть и внести свой лепт, для того, чтобы это мероприятие не на словах, а на деле действительно состоялось и принесло пользу городу. Если вы развернетесь и глянетесь здесь, на 360 градусов посмотрите, то вы увидите, что здесь все сотрудники со всех подразделений, мы высаживаем деревья. Высадка деревьев – это не просто высадка деревьев, это еще и обслуживание их, то есть уход за ними. В целом мы планируем этой осенью высадить 70 тысяч деревьев. Совместно с Акиматом были выбраны некоторые участки в городе Тимиртау, и, согласно нашего плана, мы будем высаживать эти деревья на этих участках. То есть к концу года мы должны высадить уже 100 тысяч деревьев. Как я уже сказала ранее, я повторю, что это наша коллективная заслуга, это наши коллективные услуги, усилия нас и нашей команды, что мы будем сюда приходить и ухаживать за этими деревьями. Об осеннем этапе высадки рассказала исполняющая обязанности директора по корпоративной социальной ответственности АО «Арсилор Митл Тимиртау» и по совместительству куратор проекта озеленения Гульнара Стамкулова. Сегодня, как мы и говорили, мы начинаем высадку деревьев в будущем сквере, который, как мы надеемся, через некоторое количество лет уже будет оборудован и дорожками, и лавочками, для того, чтобы жители города могли проводить свое свободное время в хорошем, красивом зеленом месте. И это еще один шаг к озеленению нашего города в рамках нашей программы по высадке 100 тысяч деревьев в городе Тимиртау. Все понимают, высадить это одно, необходимо также за ними ухаживать. Уход предусматривает определенные мероприятия по агротехнические мероприятия, включая полив не менее двух раз в неделю из расчета 20 литров воды на каждый саженец. Кроме того, будут вноситься удобрения специализированные, по видам я вам не расскажу, но знаю, что они будут полезны для деревьев. Это также подразумевает создание приствольного круга, потому что, как мы знаем, рехление помогает проникновению воздуха для того, чтобы корням было удобно и комфортно себя чувствовать. Руководители подразделения комбината совместно с работниками, вооружившись лопатами, ведрами, рукавицами, а главное – позитивным настроем и с энтузиазмом сажали саженцы. Высадку не обошли вниманием и общественники нашего города. Руководитель ООО «Отражение», депутат Маслихата Тимиртау, учитель экологии и общеобразовательной школы номер 16 Елена Варганова присоединилась к акции вместе со своими учениками. Ребята с большим желанием приняли участие в акции по озеленению. Мы здесь проводили акцию «Посади дерево». Нас никто не заставляет, мы сами по зову души. Когда деревья вырастут, чтобы как-то прогуливаться по таким местам, воздух чище был. На пяти гектарах всего будет высажено 1650 лиственных деревьев, таких как яблоня, черемаха, клен татарский, а также более 14 тысяч саженцев вяза мелколистного, которые образуют живую изгородь. Территория поделена на сектора, каждый из которых закреплен за подразделениями комбината, представителями СМИ и общеобразовательной школы номер 16. Новый сквер станет не просто частью зеленой архитектуры города, но и будет знаковым местом для каждого, кто участвует в его создании. 8 октября возле красочной фотозоны около стадиона «Металлург» компания «Арселор Миттл Тимиртау» организовала раздачу саженцев для организаций и жителей города. Многие из подавших заявку участвуют в акции не первый раз, стремясь сделать город зеленым вместе с АО «Арселор Миттл Тимиртау». Это хорошая тема. «Арселор еще, я помню, в прошлом году раздавал деревья. Это очень хорошо. И вот почаще бы такие акции устраивать, потому что озеленение, ну, по крайней мере, процентов 10 бы вашей программы жители взяли бы сами. То есть, если вы выдаете деревья, они сажают во дворах, и они сами за ними ухаживают. Это очень хорошо. Мы не первый раз участвуем в этой акции. И каждый год высаживаем некоторое количество деревьев у нас на территорию. Все до озеленения города. Спасибо большое. А сегодня мы это делаем. Мы за то, чтобы наш двор был зеленый. За озеленение, за чистый город, за нашу пускологию. Несколько планируем возле своего дома. Мы там с домкомом договорились, нам выделяется такая площадочка небольшая. И на работе, на казахтелекоме будет. Там у нас пустырек тоже. Как раз там впишутся хорошо саженцы. Всего компании было подарено для озеленения 400 саженцев черемухи и яблони. С инициативой создания зеленой зоны вокруг города Металлургов компания «Арселор Металтимиртау» выступила в прошлом году. Уже в октябре текущего года завершено озеленение одной третьей части запланированной площади в 340 гектаров. Процесс посадки находился под контролем руководителя отдела леса и особо охраняемых природных территорий Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, Комитета лесного хозяйства и животного мира, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Бауржана Жералгасина. Согласно посланию главы государства от 1 сентября 2020 года он поручил правительству более 2 миллиардов посадить деревья на территории нашей республики. Согласно посланию главы государства, Министерством экологии и геологии и природных ресурсов совместно с Акиматом Карагандинской области разработан и утвержден комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения на территории государственного фонда. В этом году на территории Карагандинской области запланирована посадка лесных культур на площади 448 гектаров. Осенью планируется озеленеть 282 гектара. Озеленение территории пригородного лесничества КГУ Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира взяла на себя компания Арселор Металтимиртау. Сегодня мы выехали, контроль проводим, как посадка проводится, как агротехнические мероприятия проводятся. У них есть разработан и утвержден проект специализированной организации. Они придерживаются к этому проекту. Для качественной реализации проекта компания Арселор Металтимиртау подписала договор о сотрудничестве с Казахским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства и агролесомелиорации. Специалисты института разработали проект создания зеленой зоны и определили объем всего необходимого агротехнического ухода. Я здесь была с самого первого дня, когда мы проводили почвенные изыскания. Потом было написание проекта, мы приезжали, уточняли границы, согласовывали границы почвенных разностей, с лесниками отрабатывали тот момент, вот именно, каким образом мы здесь будем создавать зеленый пояс вокруг Темиртау. Кулисные лесные культуры предусмотреть, либо сплошные. И взяв за пример создание зеленой зоны вокруг столицы Казахстана, мы решили здесь все-таки применить кулисный метод посадки лесных культур. Это будет создавать наиболее благоприятные условия для роста данных растений. По породам здесь предусмотрено две схемы. Значит, у нас одна схема – это чистые лесные культуры вяза приземистого, и по второй схеме – клен есенелистный, тоже чистые лесные культуры. По схеме посадки ширина кулисы составляет 24 метра. В каждой кулисе по 6 рядов лесных культур. Расстояние между рядами – 4 метра, между сеянцами – 0,75 метра. Подготовкой почвы и посадкой сеянцев занимается Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира. У организации большой опыт в озеленении территорий Государственного лесного фонда. Нормативная приживаемость высаженных ими зеленых насаждений в Карагандинской области составляет 60%. Маркер чертит дорожку до следующего трактора. Сама лесопосадочная машина МЛУ-1А для посадки механизированным способом. Немаловажный фактор, что сеянцы выращены в новодолинском питомнике, то есть в условиях местного климата. Сеянец – это посадочный материал, который имеет размер от 10 до 60 сантиметров в длину. Его корневая шейка составляет 3-4 миллиметра. Сеянцы выращиваются из семян в течение двух лет. Они хорошо приживаются и требуют минимального ухода. Получается, вот этот посадочный материал, двухлетние сеянцы клёна, если не лиснего, выращенный этот посадочный материал на нашем базовом питомнике, находящем в поселке Новодольнике Хабайского района. Двухлетние сеянцы мы выкапываем, окунаем в болтушки, делаем на прикопе, потом привозим сюда. И прежде чем посадить, мы их обратно же вытаскиваем и окунаем в болтушку, чтобы корень не засох, чтобы грязь обволакивала корневую систему его. Последующий агротехнический уход будет выполняться в течение четырех лет. Всего текущей осенью в зеленой зоне вокруг города Тимиртау посадили саженцы на 102 гектарах из запланированных 340 гектаров территорий. В следующем году работы по высадке сеянцев продолжатся. Редактор субтитров А.Семкин